Девушки отдыхают Встал на дыбы, потом прилег До сих пор перед глазами предстают детские картинки, которые мы рисовали себе, читая знаменитую поэму Лермонтова «Мцири» Сегодня, в рамках нашего путешествия с удочкой по Грузии, мы посетим места, воспетые великим поэтом Мы направляемся в древний город Нцхету Под впечатлением от увиденного, мы перенесемся почти через всю страну на так называемое Золотое озеро Где устроим небольшое соревнование по ловле белого амура и кефали И в заключении программы совершенно потеряем голову от очередного национального кулинарного шедевра Здравствуйте, друзья! Меня зовут Шота Кварацхелия, я ведущий программы с удочкой по Грузии Сегодня мы находимся в древней столице Грузии, в городе Нцхета И нашим гидом будет мой хороший товарищ, коллега, тезка, президент клуба флайфишеров Шота Джохадзе Который, кроме того, что прекрасный рыбак, еще и знаток истории Грузии Здравствуй, Шота! Приветствую! Шота, если можно чуть-чуть поподробнее об этом городе, где мы находимся? А, Шота, извини, я с рыбалки, у меня болит глаза С твоего разрешения, я надеюсь, что... А, да, конечно, о чем разговор Мы находимся в регионе Нцхет-Ам-Тианет Это город Нцхета, святой город, который называют Вторым Иерусалимом, далеко от Тбилиси, примерно на 15 километров Вторым Иерусалимом, очень интересно, а почему его так называют? Потому что после распятия Господа Хитон Господний... Хранится здесь, да? Да, и хранится здесь А святой город, потому что именно с городом Нцхета начинаются православные Грузии Согласно преданию, святая Нино, крестительница Грузии, прибыла в Мцхету из Иерусалима с целью проповедования Евангелия и поиска Хитона Господня в 319 году Она полюбила местный народ, изучала его обычаи и язык Здесь Нино совершила множество чудес Вылечила царицу Нану, исцелила от слепоты царя Мириана, который, согласно легенде, внезапно ослеп во время охоты Тогда он впервые обратился с мольбой к Богу, которого проповедовала Нино, и свет озарил все небо И после этого, как он поверил, он захотел креститься Крестился и потом начал, я так понимаю, проводить линию... Реформ можно так сказать Реформ, да, чтобы все государство уже крестилось Да Четвертый год Приняло православие Вот такая вот у нас интересная история Собор Святицхавелли, главная православная святыня Грузии, был перестроен в XI веке А весь комплекс был обнесен каменной стеной, что придает ему сходство с древними средневековыми замками Как и большинство исторических сооружений, он окутан интересными историями и легендами Так, по одной из них, раввин Элиоз и его брат Лунгенос, будучи в Иерусалиме, стали свидетелями распятия Христа Элиозу каким-то чудом удалось выкупить у одного из римских легионеров Хитон Господень и привезти его в Мцхету Его сестра Сидония, потрясенная смертью Господа, скончалась, так и не выпустив святыню из своих рук Так ее и похоронили с Хитоном в руках в царском саду Спустя какое-то время на ее могиле вырос огромный кедр К нему слетались больные птицы, клевали его хвою и, исцелившись, улетали Люди заметили это и тоже стали приходить за помощью к священному древу Еще несколько веков спустя в Иверию пришла святая равноапостольная Нино, чтобы поклониться этой святыне По ее просьбе царем Мирианом на месте могилы святой Сидонии был построен деревянный храм Из священного кедра были вырублены семь колонн для поддержания свода Однако одну из них никак не удавалось сдвинуть с места, а вскоре она стала мироточить Отсюда и возникло название храма – Святицхавелли, что означает «животворящий столб» За несколько столетий своего существования собор перенес многое И нашествие монголов в XIV веке, и землетрясение в XV Он несколько раз перестраивался, но, как и прежде, остается главным православным храмом Грузии Вобравшим в себя всю непростую историю этой страны Неподалеку от главного кафедрального собора находится еще одна знаменитая достопримечательность Мцхеты Поднявшись к которой, можно увидеть, пожалуй, самый известный пейзаж Грузии Что-то скажи, пожалуйста, что этот храм, какая его история? Опять же, в IV веке Сар-Мириан поставил деревянный крест Вот здесь, на этой горе? Прямо на этом месте Рядом с церкви, рядом с крестом, простите, уже в VI веке, во второй половине VI века Начали строить маленький храм После того, примерно с VI по VII век, тут уже возвели большой храм Который в данный момент сохранился примерно в том же виде То есть, практически, без изменений, этот храм стоит в том виде, в котором его создали, аж с VII века, да? Да Архитекторам и строителям храма пришлось изрядно потрудиться, чтобы гармонично вписать его в окружающий ландшафт И то, как у них это получилось, согласитесь, выше всяких похвал Расположение его на вершине горы тоже выбрано не случайно Считается, что на пути к Господу люди должны потрудиться Вот поэтому и по сей день храмы в основном строят на возвышенности И подниматься к ним нужно пешком Если внимательно присмотреться к технике строительства подобных сооружений Можно понять, что в те времена строили не на века, а на тысячелетия Хитрость здесь заключается в том, что каждый камень как будто сидит в другом Поэтому чем дольше стоит храм, тем крепче он становится Кто построил Джвари или Храм Креста, точно неизвестно Тогда люди трудились не ради своей славы, а во имя Господа Но имя человека, воспевшего его в литературе, известно всем Помните? Немного лет тому назад, там, где сливаясь и шуме отобнявшись будто две сестры Струи Арагвы и Куры, был монастырь Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот И башни, и церковный свод Да-да, это Михаил Юрьевич Лермонтов, поэма Мцири Когда оказываешься здесь, невольно начинаешь шептать именно эти строки Есть еще одна красивая легенда, объединяющая храм Джвари и собор Святиц Хавелли Говорят, что когда-то между ними была натянута толстая цепь, по которой верующие переходили из одного храма в другой Со временем людской поток стал иссякать, и цепь понемногу истончалась, а затем и вовсе пропала В этих краях говорят, что восстановить ее в наших с вами силах Ну вот, и смотря на это великолепное слияние двух прекрасных речек Мы, два рыболова, спиннингисты, флайфишер, просто безудержно хотим спуститься и порыбачить И на этой высокой ноте мы переходим к рыболовной части нашей программы В рыболовной части нашей программы хочу вам представить моего друга и моего коллегу Руководителя клуба рыбаков города Поти, который называется Пазис Гига Паркая Здравствуй, Гига Здравствуйте Скажи, пожалуйста, ведь это озеро называется Золотым озером Да, действительно, и основными его обитателями являются белый амур, толстолобик, карась, карп, кефаль и окунь Но наша сегодняшняя цель все-таки кефаль Мы можем ее подкормкой приманить в одну точку? Да Ну тогда приступим Замешивание подкормки всегда дело веселое У нас здесь молотые в блендере семечки Молотая кукуруза Пшено Отруби Сухое молоко А также немножко экстракта ванили Так что запах такой ванильно-сладкий Я надеюсь, что нашей кефали все это дело очень понравится Замес подкормки у нас окончен Мы ей должны дать настояться, наверное, минут 10, не больше Она должна быть по консистенции, как творог Если сильно ее жать, то наш комочек дойдет до дна и будет рыбу кормить с дна А если не сильно, то при падении на воду он должен разбиваться И от поверхности воды до дна делать такой вкусный-вкусный столб при кормке, который будет приманивать рыбу Первый закорм у нас идет довольно-таки массовый Вот я уже определенное количество шаров закормочных запустил в воду Где-то метрах, наверное, в пяти-семи от себя А последние два шарая не сильно сожму И заброшу их с высокой траектории, чтобы они при падении на воду разбились И сделали вот тот самый вкусный столб, который должен еще и с среднего уровня воды приманить рыбу А вон кефаль приплыла Кефаль такая хитрая рыба, что она, оказывается, может питаться как из поверхности, что она делает чаще всего Но она также опускается к дну и питается со дна Поэтому одну снасть я настрою поплавочную и буду ловить на поплавок А вторую снасть я настрою фидерную и буду ловить с дна И на какую снасть у меня будет большее количество поклевок, я целиком уже переключусь на тот метод ловли Вот такой у нас секретный подход Первая рыба Это Белли Амур Ну, поздравляю тебя Спасибо, друг Вот что делает колдовство с подкормкой Маленький белый Амурчик Спасибо для поклевки Конкурирующая фирма уже обрыбилась Поймав неожиданно небольшого Амурчика на червяка Ну, я, конечно, не буду говорить, что сработала моя чудо-подкормка, но все-таки Сейчас посмотрим, что будет дальше Я поплавок, наверное, сейчас отставлю и начну собирать фидерную снасть Попробуем наши чудо-микробойлы, как будут работать на этом водоеме А пока я собираю монтаж, я вам расскажу, что это за водоем, что я о нем узнал Потому что он соединяется с морем, место очень интересное Здесь когда-то проводился чемпионат Европы по водным лыжам Мы даже видим остатки былой роскоши После этого озера, скорее всего, было запущено Но то, что не нравится человеку, очень нравится рыбе Поэтому, как сюда стало меньше ходить спортсменов, которые шумели, пугали рыбу и подобное То рыбы стало гораздо больше Вот, и озеро соединяется с морем Небольшим таким каналом И именно с моря сюда на кормежку Заходит кефаль, которая Вот где-то в районе поплавка крутится Но пока кушать нашего червяка не хочет У нас есть кто-то Слушай, это опять маленький амур, что ли? Слушайте, ну внешне я думал сначала голавлик Нет, опять маленький амурчик Который очень резво борется и совсем не хочет сниматься в кино С глубины почти 4 метра взял Ну что, дорогой мой, 1-1 Слушай, мы красивее, знаешь И подлиннее После небольшого хирургического вмешательства Наш амурчик живой, здоровый, красивый Возвращается в свою родную стихию Ну что, плыви родной И расти большой Второй небольшой амурчик Хорошо он меня помучил Я аж стихами заговорил, как видите Снасть у нас деликатная И при вываживании сгибается в дугу А амур даже такого небольшого размера Очень бойкий и резвый соперник Так что продолжаем рыбачить В надежде на более крупные трофеи И нам надо срочно бежать И помогать моему другу, партнеру, конкуренту Которого я начинаю уже не любить Ну это у нас очередной амурчик 2-1 2-1 Я пошел Ну что, у нас уже третий амурчик 2-1 лидирует мой бывший друг Любовь к которому просто на глазах тает Это все, конечно, шутки Я расскажу немножко о плавочной снасти, которую я собрал Опять-таки мы тут не мудрим, ничего сложного не делаем Небольшой поводочек Гирляндочка изгрузил Скользящий веглер Поплавок Палочка матчевая Заброс у нас приблизительно метров, наверное, на 10 Не больше Глубина вместо ловли метра 4 Но я сейчас хочу радикально изменить ситуацию Потому что кефаль, я вижу, начала прыгать у поверхности А я все-таки хочу поймать кефаль Поэтому я выставлю минимальную возможную глубину И попробую половить с поверхности В принципе, цель нашей сегодняшней рыбалки кефаль Рыбка стандартного сковородочного размера Ну, конечно, мы ее отпустим Но вот этот размер в основном здесь и обитает, да? Очень хорошо Пожелаем моему коллеге успехов А я пойду сделаю очередной заброс Вот у нас долгожданная поклевка кефали на хлебушек Экземплярчик у нас такой же Невеликий, к сожалению Но мы доказали то, что надо все время экспериментировать Кефаль рыба капризная Очень сложно угадать, что она хочет кушать в этот момент Программа минимум у нас выполнена Кефаль мы поймали Правда, не крупную, но все-таки И мы теперь переходим к самой вкусной части нашей программы К кулинарной Тут я не мог не воспользоваться своим дружеским отношением к моему тезке Который у нас оказался прекрасным гидом Знающим историю нашего края Ну, кроме того, что, конечно, он профессиональный рыболов Он еще и профессиональный повар И сегодня он нам приготовит что-то эксклюзивное Это куриное сердце и печень Будем готовить на кеце То есть на глиняном сковородке Кеце Это такая глиняная сковородка Она бывает нескольких размеров Да, вот у нас в данном случае у нас большая И в кеце Традиционно готовятся очень многие грузинские блюда Потому что он медленно нагревается Но очень долго держит жар И я считаю И, наверное, многие считают Что приготовленная еда в кеце Имеет свой особый какой-то колоритный вкус Нежели приготовленная в металлической пастуре Это так и есть Наши ингредиенты Сердце и печень Сердце и печень Курицы Для этого понадобится лук Приправа грузинская В данный момент я использую мингрилскую приправу Кранаты И мелко нарезанные помидоры Но до того я удалил Шкуру Шкуру ты снял, да Кожицу Это кинза или петрушка? Это петрушка Это петрушка Понятно Нам надо масло И белое вино Я, в общем, я поступаю к тебе в ученики И практически так получается Командуйте, уважаемый Я согласен Пожалуйста, тезка, нагрей кеце А я до того Приготовлю лук Нарежу Хорошо Я беру кеце Гордо удаляюсь И мой тезка продолжает Готовить вам эксклюзивные рецепты Сейчас мы должны нарезать Наш лук Только лучше всего Нарезать кольцами Почему? Потому что вылкой Гораздо лучше поднимается Вот оно в чем Так Так Я готов И кеце тоже нагрелись Скорее всего Потому что они Вот, видишь, уже немножко Да Все, верно Пожалуйста Положи на стол Можно уже? Да, да, да Ох, ох Они какие-то Так Вот Сейчас Отлично Сейчас Чуть Подсолнечное масло Чтобы лучок Не пригорел Так Отлично Что бы вот ты без меня делала Очень интересно Вот Привилегия кеце Она нагрелась И очень долго Будет держать этот жар Такой жар На котором можно В принципе Даже отодвинув ее От горящих углей Поджарить лук Мы часть Лука Поджарим Да Часть Опустим сверху И вкус будет Немножко Различаться Жареный лук И тушеный лук Сейчас Можно Опустить Мясо Я думаю Что В двух кецех Это будет Гораздо лучше Смотреться И готовиться Тоже Так Как Мы Разделим Сейчас Сверху Еще На лук Это у нас Это Мегрилская Приправа Вместе С солью Там И соль И аджика Я как Мегрил Могу задать Простой вопрос И посмотрим Как ты мне Ответишь А что там Кроме соли Какие там Еще травы Там Есть Аджика Там Есть Соль И Мегрилцы Просили И остальное Не разглашать Так как Это секрет То есть Ты вот Сейчас так сказал Что я тоже Не могу Сказать Об этом Ничего Ну Ты сам Мегрил Ты можешь Я же не Мегрил На самом деле В этой аджике Кроме соли Есть Шафран Есть Красный Молотый Перец Есть Черный Молотый Перец Есть Несколько Видов Засушенных Трав Только Кинза Петрушка Ну и Наверное Вот Последний Ингредиент Я все-таки Не скажу Да Ну Твое Право Других ингредиентов Нету Ну очень ароматное Но вы должны Учитывать Что все Что произведено В западной Грузии В регионе Менгрелия Оно острое Довольно-таки Потому что В этой приправе Доминирует Красный Перец Острый Так Опускаем Немножко Масла Обыкновенное Сливочное Масло Хорошо Опускаем Белое вино Осторожно И помидорчики Которые Мы нарезали Мелко Ну тут Два Больших Помидора Два Можно Три В зависимости Кто Сколько Помидор Любит Скажи Пожалуйста Поскольку У нас Вот Эта Вот Смесь Менгрельская Уже Содержит В себе Соль Мы Больше Соли Добавляем Нет Так Когда Все Уже Само Соль Готово Что Пожалуйста Кейсы Верны На огне На угле Простите И На 15-20 минут Пример Хорошо Ничем Мы Это Не Накрываем Нет Нет Вот Прямо Вот Как У нас Они Разогревались Просто Мы Разоправили Целиком И опять На угле Все Мы же Там Опустили Вино Спирт Должен Будет Исполнено Так Кейсы Стоит Уже На Углях Запах Стоит Просто Шикарный Гости В нетерпении Но Мы Не Заставим Долго Ждать Потому Что Через 15 Минут Будет Готово Наше Шедеральное Блюдо Итак Да Все Почему Самая Рисковая Работа Всегда Достается Мне Ну Ты Помощник Да Я Очень Мощный Очень Мощный Но Легкий Ох Ох Просто Вкусняшка И И Вторая Фух Пока В кейсы Блюдо Немножко Кипит Мы Опускаем Туда Немножко Гранаты Его Не Надо Сжать Ничего Просто Так же Зернами Они же Горячие И Выпускают Сок И Последний Штрих То есть Она тоже Чуть Чуть Подтушится Чуть Чуть Да И Можно Немножко Зелить Да Да Все Блюдо Готово Можно Подавать Трузе Да Они Не так Заждались Для Приготовления Этого Блюда Сперва Очищаем Помидоры От кожицы И мелко Нарезаем Затем Нарезаем Репчатый Лук Кольцами В Разогретую Кеце Наливаем Немного Растительного Масла И Помещаем Луковые Кольца Которые Слегка Должны Обжариться Затем Добавляем Куриные Сердца И Печень Сверху На мясо Выкладываем Луковые Кольца Все Это Посыпаем Менгрельской Приправой Которая Уже Содержит Соль Добавляем Кусочек Сливочного Масла И Аккуратно Вливаем Белое Вино Сверху Размещаем Мелко Нарезанные Помидоры Отправляем Кеце Наш Кулинарный Шедевр Удался Потому что Все гости Абсолютно Довольны В принципе Вот вроде бы Ничего сложного Но вкусно Просто дома Помрачение Большое тебе Спасибо А теперь Позвольте мне Насладиться В кругу Моих друзей Этим Кулинарным Шедевром Вы смотрели Программу С удочкой По Грузии До следующих Встреч Продолжение следует